В новом ядре D7 используется механизм исключений Exception. Рассмотрим их. Ранее в Bitrix FreeWork в старом ядре был создан класс так называемых исключений. Это класс старого ядра CApplicationException. Данный класс не основывается на исключениях PHP, а по сути представляет из Seastag ошибок, где с помощью специальных методов можно было помещать информацию об ошибках, а с помощью других методов можно было проверить, были ли ошибки, какая именно ошибка, обработать ту или иную ситуацию. Но в ядре D7 ситуация поменялась. В PHP начиная с версии 5.1 появился официальный класс Exception. Он имеет свои методы работы с ним. Вы сможете ознакомиться с данным классом документации PHP. Также я бы порекомендовал вам перед продолжением изучения урока разобраться в исключениях PHP. Как с ними работать, как выбрасывается исключение, как перехватывается исключение. Все это вещи относящиеся к PHP и мы рассчитываем, что вы ими уже владеете. В новом ядре D7 активно применяется класс Exception и создана целая иерархия исключений, унаследованных от базового класса PHP. Здесь мы имеем набор исключений на разные ситуации. Некоторые из классов исключений имеют свои дополнительные методы для обработки исключительных ситуаций, в дополнение к тем, которые представляет базовый класс. Вы при своей работе с исключением можете использовать либо одно из готовых из иерархии исключений Bittrex Framework, либо создать свое исключение, унаследовавшись от любого из класса исключений из иерархии исключений Bittrex Framework. То, каким образом система будет реагировать на исключения, мы можем управлять в сексе Exception Handling в файла.setting.php. Перейдем к практике. Начнем с использования готовых классов исключений Bittrex Framework. Рассмотрим пример. Наш модуль обязательно должен иметь в своей структуре компоненты, и если вдруг при установке мы не обнаруживаем папку с компонентами, то это исключительно ситуация. Проверяем с помощью метода IsDirectoryExist класса BittrexMain.ioDirectory, имеется ли папка InstallComponents в вашем модуле. Если она имеется, то мы выполняем копирование содержимого этой папки. Если же мы не находим данную папку, то мы выбрасываем исключения. Запись следующая, true, а дальше экземпляр класса исключений. В данном случае мы используем BittrexMain.ioInvalidPatchException, то есть исключение, которое указывает, что некорректный путь. И в конструктор класса исключений мы передаем путь, с которым у нас возникла ошибка. Решим другую задачу, которая нам позволит отработать создание собственных исключений, а также перехват исключений и обработка исключительных ситуаций. Мы создадим компонент, в котором будем выполнять деление чисел. Деление будем выполнять с помощью метода API нашего модуля, который также создадим. А исключительная ситуация у нас будет деление на 0. Мы для такой ситуации создадим собственный класс исключений. Класс нашего исключения назовем DivisionError. И унаследуем его от класса исключений BittrexMain.ioException.io. Делим файл с исключением в папку lib-модуля. Объявим в классе две переменные. Parameters1 и Parameters2. В этих переменных будем хранить первый и второй параметр. То есть делимое и делитель. Переменные у нас будут защищенные. Реализуем конструктор класса. Первым параметром передаем тип ошибки. По умолчанию это будет DivisionByZero. По сути это текстовое описание ошибки. Далее мы передаем делимое и делитель. Нам важно знать в результате деления каких чисел произошла ошибка. В самом конструкторе мы формируем сообщение об ошибке и присваиваем полученные параметры переменным классам. И мы должны вызвать конструктор класса, от которого мы унаследовались. В нашем случае это SystemException. Тут хочу обратить ваше внимание, что когда вы создаете свой класс исключений, наследуясь от другого, вы можете использовать в своем конструкторе любой нужный вам набор параметров. Но при вызове конструктора класса, от которого шло наследование, учитывайте, что там может быть свой набор параметров и их порядок. Так класс SystemExemption принимает сообщение об ошибке, код ошибки, имя файла и строку. А исходный класс PHPExemption имеет свой набор параметров. Это сообщение и код ошибки. Передаем наше сформированное сообщение об ошибке. Код, файл и строка в нашем примере нас не интересуют, поэтому мы оставляем их, по сути, пустыми. Также реализуем два публичных метода. GetParameters1 и GetParameters2. Эти методы нам позволяют получить значение первого и второго параметров. В случае, если наше выброшенное исключение будет обрабатываться. Теперь нам необходимо реализовать метод, который будет выполнять деление. И в нем же мы будем делать проверку и выбрасывать исключения в случае необходимости. Класс назовем Division. У него реализуем метод Divide, который будет выполнять деление переданных двух параметров метод. Реализуем метод Divide. Сам код очень простой. Происходит деление и возвращается результат. Но до выполнения операции мы сделаем проверку, не является ли второй параметр нулем. Если это так и второй параметр 0, то выбрасываем исключение DivisionError и передаем тип деления на 0. А также указываем значение делимого и делителя. Все, мы готовы к реализации компонента. Реализуем компонент. Первым делом объявим псевдонимы для Netspace, как обычно. Вторым делом проверка на подключение модуля. В предыдущем уроке мы обработку реализовали и просто выводили сообщение об ошибке, если модулю не удалось подключить. Теперь мы будем не просто выводить сообщение об ошибке, а будем выбрасывать исключение LODException из иерархии исключений, которое означает, что у нас произошло исключение при загрузке. Так как мы теперь выбрасываем исключение, то нам нет никакого смысла делать какие-то проверки executeComponent. Выполнение кода после выбрасывания исключений прерывается. Мы просто вызовем метод CheckModules. Реализуем метод компонента VAR1. В нем мы предусмотрели два варианта. 4 делим на 2, 4 делим на 0. Первый вариант должен отработать успешно, а второй завершится исключением. В executeComponent вызываем метод VAR1, а в результат работы присваиваем ARRESULT. Вызываем шаблон компонента методом includeComponent.tplay. Теперь посмотрим на результат работы нашего компонента в двух случаях. Деление 4 на 2. Видим результат 2. Все хорошо. Деление 4 на 0. Это исключительная ситуация. Как видим, выполнение скрипта было прервано. Но мы также можем обрабатывать выброшенные исключения и перехватить его. Для этого используется конструкция TRY-CATCH. В первый блок помещаем код, где может возникнуть исключение. Если исключение не было выброшено, то будет выполнен весь код в первом блоке. А код во втором блоке не будет выполнен. А в случае возникновения исключения в первом блоке, выполнение кода прекращается и выполняется переход в блок CATCH. В скобках тут мы указали переменную, в которую поместили объект выброшенного исключения. Далее. Мы можем получить с помощью метода GETMESSAGE сообщение об ошибке. Метод GETMESSAGE относится к самому базовому классу PHP EXCEPTION. Выйдем это сообщение в соответствующем оформлении с помощью метода SHOVERROR. Также давайте используем созданный нами в нашем исключении метод GETPARAMETRES1 и GETPARAMETRES2. Выйдем для отладки первый и второй параметры. Теперь посмотрим, как у нас отрабатывает компонент с перехватом исключения. Как видим, теперь у нас сайт отстроился весь целиком, где не произошло прерывание на месте выброшенного исключения. И мы видим сообщение, которое мы, собственно, и вывели.